наконец-таки я добрался своему траку вот такой вот красавчик работяга уже работает четыре месяца без меня но нормально 3 ты резинку новую тоже я купил уже поставил лёша потому что так сжиралась амортизаторы там короче были как говорится это побитые я сейчас тут смотрю уже вот это колесико сзади тоже поджирает я думаю может или она скорее всего амортизаторы надо уже смотреть чтобы все было окей вон старые мои оригинальные надо их забрать отсюда не мешают лёхе куда-нибудь отвезти наверно бэха у меня не поместится вряд ли дано на автобус откроем под капотом посмотрим ничего так все окей тут лёха полный порядок держит все чистенько пахнет красава ой звук мотора интересно немножко погромче стало ли мне кажется надо его в 200 тысяч отвезти на того чтобы они форсунки посмотрели все эти дела вот она он кстати лёха сам поменял амортизаторы передние резинка новая годи ир пока ничего не взирает отлично как свое посты первого второго рейса заменил ходит нормально и уже можно поменять вот так ничего только моечка ему нужно в остальном работяга нормально стоит держится еще держится или рочек сейчас просто зима везде снега и грязь это неизбежно у нас все нормально лёха красава даже колеса все оригинальные на трейлере стоят аккуратно ездит то часто бывает такое что типа это пробивает колеса он руслан подъехал ты что здесь делаешь ты когда верну так сколько пробег здесь за 140 тысяч до 40 тысяч 140 тысяч уже прикинь классно нагонял они лёха красава конечно все четко да все чистенько пахнет ничего никакой грязи молодец так ну что глушим ее прогрели сегодня мороз конкретно все все короче покидаем работягу сейчас надо поехать купить антифриз поставить в машину чтобы так по мелочи подготовиться начинаю видеоблог и его я хотел не штук на конфетке короче здравствуйте ребят мы едем в очередной рейс надо камеру поправить наконец-таки пойдут дальнобойные видео заставил джека меня заставил сегодня работать я спал все спокойно отдыхал закалит поехали в рейс поехали загружаться и мы короче двигаем на бостон ножики нам крокодили western star который уже разваливается который уже развалит сколько там миль 50 50 тысяч миль он разваливается короче не покупайте новые треки вывод короче недавно этот у меня я застрял на этом привет дилеру машину и туда заехал столько много этого трек драйверов здесь я увидел незнакомых ну да то есть опасно заставить нормально далеко не ставь это вот задом ты не понял просто здесь задом могут чуть-чуть перед подровнять не могут на я так и бывает паркуюсь чуть нравится мне мост так мы на трек стопе смотрите какой тут крокодил офигенный дюра макс 6 и 6 дизель allison трансмиссия крепко стоит такой еще приподняты на супер больших колесах передний бампер можно таранить вот такая красота все мы погнали заводим машинку и валим на бостон это желтая тачка достала стоит не работает то желтая да да не говори должна была еще вчера в рейс и водитель уехал в украину 5 миллионов выиграл и ехать так закин крокодил general freight expert они чувствуют а тут ментам чтоб слепым которые не видят до чтобы они прочитали а танк съем да из трактор этот трактор короче оснащен камерой и оснащен электронными локбуками которые пользуют в отличие от некоторых так что тут мой надо обзорчик моему сделать осмотр такой легкий никто его тут не то не тюкнул не поцарапал я ребята тоже буду выезжать в рейс наверное буквально завтра может быть даже сегодня с ними найдут фуллоуд какой-то я пойду на техас разочек смотаюсь вот потому что лёха уехал пока в россию на новый год вот она в год уже у нас прошел и начали с рабочей будни поэтому я думаю чтоб не застаивался мой машин и не застаивался мой кредит как говорится надо обязательно заплатить за кредит для этого нужно поработать он на данный момент едем с джекой в бостон за компанию съезжу помогу загрузиться надеюсь что завтра уже поеду сам здрасте открывай ворота завелся же когда без толкача ваш кармстар у тебя есть лишняя затычка вышел выключаю этот как кондиционер завтра но ты имеешь ввиду пин пойду посмотрю вот так вот наши соотечественники нервный писал делают делают западло то причем тут нервный посмотрим просто но взять баклан перегородить знаешь выезд чем такое дело давай улетает зачем может но наши что-то там уже капот подняли пацаны новый трак если не поднять на плоту на если новом траке не поднять капот это не делали все погнали смотрите жека еще на чем ездит ребята я уже забыл что это такое вот эта штука железная с этими с циферками наверху это что такое же как называть коробка да или ящик лакбук лежит у подъема красава выдвигаемся потихонечку камера висит все план пошел работать а у тебя не кип тракет у тебя другой лакбук сейчас да а даже цель гад у нас 16 декабря 2019 года ввели лакбуки уже такие которые нельзя не поменять ничего не придумать но это пока время и все ездят по струночке очень сложно стало говорят работает особенно ребятам которым по времени нужно валить в общем беда траки продают пачками компании закрывают вот насколько я видел на интернете на новостях читал может быть это частично не говорю что там все прям закрывается рушится но ударило хорошо но зато скорее всего поднимутся цены я надеюсь нет чего они пытаются добиться стабильности что все ездили по лакбуку никто не нарушил но цены были высокие если это цель то это классно вот как всегда скорее всего дуранут все будут ездить за такие же цены но мало и будет вам баланс а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 может быть полторы там тысячи там ну кого как сейчас 9162 это минимум а самый большой штраф был сто тридцать семь тысяч сто тридцать семь тысяч долларов за один за одно нарушение можете себе это представить это годовая зарплата двух человек мне кажется в америке хороших такие кто хорошо зарабатывать тип нарушения критических критиков и это все типа критиков так дальше что у нас керриер филсту реквайр драйвер тумей клакс что это означает это компания которая предоставляет водителю работу не дает ему логу ну как бы не дает ему заполнять логбук в том смысле что она не сапог и подключает логбук водителю тоже статья 395 8 штраф за такое скорее всего на компанию или водителю 2867 самый большой штраф был 13 тысяч ну как бы они тебя посадили но не дали тела губ скале есть просто так работает да это ихняя вина едина компании дальше керриер филстуки плакс и supporting documents for six макс компания не сохраняет эти логбуки и поддерживающие документы 6 месяцев вот они должны 6 месяцев хранить логбуки тоже любой момент может попросить государства проверить эти логбуки им должны предоставить вот за такое нарушение 2900 штраф самый большой штраф 9240 тоже все это критические нарушения дальше потом драйвер фэйл стус отмейт лакс будет интертен дэйс водитель не не переправляет логбуки в компанию как бы в течение 13 дней он обязан поделать как бы но сейчас компания сама видит и она эти логбуки сама берет тоже тоже статья 395 пункт 8 3600 штраф водителю самый большой был 10 тысяч все потом нарушение еще одно керриер аллах драйвер стутра и вовер 60 70 hours and seven eight days вы короче нарушение логбука за неделю если дозволяет этот как его компания водителю так ехать получаешь штраф в размере 5000 он скажем 4 700 и сам большой штраф 21000 так что такие примерно штраф вот а короче еще драйвер аппарат спестворки на урс если водитель едет больше 14 часов тут уже другой пункт 395 статья там пункт 3 а 2 короче ответил куда вот 7000 за нарушение минимальный 120 тысяч максимальный штраф представьте 120 тысяч долларов вам могут вляпать штраф вы конечно можете его подать на суд дать апелляцию понятно что вам скостят и сделает его меньше но тем не менее 120 тысяч могут дать штраф вот и последняя драйвер ездит больше чем 11 часов без брейка без отдыха на полчаса 4800 штраф и самый большой был 17 тысяч 980 долларов вот такие вот вам ребята расценочки по новым законам в америке за нарушение шайб локбука это просто жесть это можно сразу уходить с этого бизнеса не дай бог нарушишь 120 тысяч поставить она 120 тысяч и смысла нет дальше работать просто закрывай компанию сейчас она сразу 20 компаний открыть чтобы они у тебя были готовы чтобы ты мог страсти штраф дадут сразу пристили новую компанию и там работать это только единственный выход потому что платить такой штраф смысла общения монетизацию подключаешь если у тебя например что-то стояло а вот перевозят дома на колесах классная вещь у нас такие на аукционах можно купить почти за бесплатно побитые немножко может быть а может и целый даже разворованные которые за недорого путешествовать себе ну недалеко на таком я не знаю можно далеко поехать нет но я думаю что если за драчка зацепить можно до такой вот пикап слушай молодец да машина не возит а вот возит вот такие приколы но это кархоллер на на три машины а вот это американ транс Да! Он тоже, наверное, за фуллоудом? Да, тоже. Отсюда сейчас фуллоуды, короче, забираются этого места. А я так за одной сюда приезжал, за две. О, кстати, кухню можно выбрать сразу. Галерея. Смотри, никого не было, и сразу два, да? Ты куда станешь? Я сюда стану. Окей. Я тоже буду. Всё, ребята, мы на месте, на Америка Автотранспорт. Забираем тачки. Мы начинаем искать тачки. Honda CR-V у нас первая. Ох, ничего себе, с камерой не могу. Крутяк, а они, вот здесь. Хондочка. Супер популярный автомобиль. В России, Украине, но на пространстве. Которые тягают с Америки. Короче, 9 тачек всего будем забирать. Майкл Джек. Спокажу вам тут эксклюзивчики такие, которые стоят. Корабли. Как брат, знаете. Говорит, только у меня и Майкл Джексон, она такая. Линкольн. Я так полагаю, 1980 какого-то года. Таункар. На 22-х колесах. Вот такая красота. Открыт, закрыт. Открыт. Салончик. Слушайте, неплохо еще сохранился для своих годов. Ну так, уже потресканная. Но качество было, конечно, очень крутое. Электроприводы везде. Все. И зеркала, и окна. Короче, такой фарш. Сейчас даже такой не везде делают. Кожаная крыша. Вах-вах-вах. Такой, знаете, цыганский мобиль. Обучение от Жени, как инспектировать машину. Короче, я переучиваюсь, так как я не работал 4 месяца. Да, мне надо как бы практику подтянуть. Вернее, теорию хотя бы. Ну и практику тоже. И вот Джека мой, короче, преподавать. Забирать 9 машин, сразу показывает мне, как надо правильно делать инспекцию. Заходим сюда. Тут написано. Тоже супер диспейдж. Да, 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 да. Идем посмотрим. Фотографируем. Ох, машины какие. Так. Масло. Телефон только самсунг должен. Угу. Ну или айфон, или вон плац, да. А, старенький Rx. Это, я думал, другой. Классные тачки стоят. Porsche Macan. Такой, знаете, размера Honda CR-V. Но гораздо круче внутри. Макан S. Так денежек стоит нормально. А вот я хотел еще показать. Я сам еще не перевозил, даже не видел. Новый Lexus ES. ES 350. Вот такой вот красавчик. Очень мне нравится эта легковушка. Да, Жек. В смысле? Видишь, не скринчат, ничего. Ну ты указываешь на своей бумаге, да. А вот теперь смотри. Что ты видишь? Дент? Да. Ну да. Ну поэтому, Жек, ты же делаешь свой инспекшн. Я. А он тебе и сказал, ты бумаги не трогаешь, а делаешь свой инспекшн и все. Нет. На бежевом плохо видно. Так то, что вот такое бывает и так. Постоянно. Короче, этот Lexus это пушка. Мне очень нравится. Салон у него уже новый такой идет весь. Красивый. Очень. Передок. Да, вообще вся машина сделана очень круто. По сравнению с предыдущими Lexus это пушка. Передок. Громадный гриль. Фары. LED. Ксенон. Поворотники. В зеркалах. Head-up дисплей. Ну крутяк. Уже помятый весь такой. У нас тут машины так хорошо не сохраняются, как на Флориде или в Калифорнии, там где нету снега. У нас они быстро ржавеют, если не обработаны антикором. Ого. Ну да. Ноускрэнс, да? На пол двери такая царапина. Вот только да, по их бумагам начни работать и сразу попадешь на большие деньги. Если сам не перепроверишь. Это Porsche Macan. Наша. Да, наша. Наша. Прямо на номерах пишется. Наша. На, маканчик хорош. Хороший маканчик. Вообще Porsche это прям, я не знаю. Вот BMW Porsche это мое. А у дюшки тоже, конечно, красивые с мерсами, но как-то скучновато. Вот эти прям тачки. Ух. А ключи есть? А, они потом будут. А, окей. Сейчас делаешь это. У него как у Каена почти салон. Не, у него больше салон, как у 911. У Каена такой он больше. Больше вот, помассивнее такой. На черном сразу должно быть видно. ЖК колеса все исцарапаны. Да, тут у них указано, что это лес. Все просто, да. Хлам. Еще и грязно. Как ее инспектовать? Она грязная. Мне нравится, ребят, как-то сейчас покажу вам. Заштамповали автобусик. Такой старенький доджик, вы знаете. Ну, ничего, нормально. Живет, круто, в нем скорее всего. Катаются. Вот видите, как заремонтировали. Красиво. Латочку кинули, алюминиевую. На шурупы. Больше ничего не надо. Ха-ха. Классно. У меня когда-то брат на таком ездил за продуктами в Нью-Йорк. На магазин. Еще аппарат. Хорошо забирать сразу кучу машин в одном месте. Правда, Жек? Удобно. Вообще просто удобно. Хорошо иметь большой трак для этого, конечно. Девять машин, например, ко мне бы не залезли. А на девятку, вот эту Жекину, так как она маневренная, на нее залазит. Так, следующий аппарат, это вот эта импала черная. Тут царапины на бампере, Жек, есть впереди. Да. Диски поцарапаны. И дент на задней береге. Да, и царапина здесь. Дент тоже. Да, это ауха докона такая, нормальная. Максимально пишется. Премьер, это самая топовая вообще, что есть. Кожи, рожи, все опции, которые только можно придумать на ней. Сзади мейджер дэмэджик. Где-то уперся. Возле глушака. Серьезное повреждение. Вот здесь. Фото и сразу отключаем. Ага, у них скорочек. Ну, это не скретч, это больше чем скретч. Такое слово. Шикарная машина, я на ней катался, перевозил такие машины. Очень удобная, как, не знаю, это Кадиллак. Очень, очень на ней приятно ехать. Особенно на дальняк. Шеви импала. Не знаю, год какой же, 15-й примерно? 19-й. О, новенькая. Ничего себе. Хорошая машинка. Часто, ребята, спрашивайте цены на машины. Мы цены не всегда знаем, когда мы перевозим эти машины. Мы знаем цены там за перевозки. Но, именно сколько эта машина стоит, да, вот я вам сказать сейчас не смогу. Ну, думаю, тысяч 20 плюс долларов. БУ, так как она есть или она новая, я не знаю. Ну, БУ, конечно, с царапинами. Вот. Вот примерно 20, может, по 30 она так стоит. Импалушка. Понятно, Порша где-то 40, 35 может быть. Что мы еще? Лексус смотрели. Старенький такой видел. За 13-15. Вот так, примерно наоборот цены, знаете, насколько я знаю. А конкретно на эти машины, они не продаются. Это клиентов машины. Мы просто их перевозим. Поэтому цен мы часто не знаем. Конкретно. Примерно, да, конкретно нет. Вот это пушка. Ренджик затянутый пленочкой. Серый. Старенький такой. А красивый. Но мы его не забираем. Это не наша машина. Сейчас забираем Toyota 4Runner. Забираем Cadillac Escalade. Вон там золотисто стоит. Вот. Underbird стоит. Редкая тачка. Обалденно. Я перевозил как-то. Маканчик еще один. Кстати, ментяра ездит на этом Макане. Массачусетский. Смотрите, у него шляпа. Ментовская здесь на номерах. Сразу видно, что мент. Ну, как бы он. Не может на этой машине тормозить, но ездит служащий. Маканчик. Очередной драндулетик. Старенькая Toyota RAV4. Вся изцарапанная тоже. Такие жестокие царапины. В бумагах не отмечено. Хитро так делают. С крыши вообще вся поцарапанная. Надо еще трещины. В люке проверить, чтобы не дай бог. Ну. Колесо сзади. Toyota. Toyota. Ну, а Lexus, похоже, мы все-таки этот забираем. Но проблема в том, что, смотрите, какое пространство между колесиком и машиной. Он запакован просто под самое не хочу. Я думаю, в багажнике у него немерено вещей и всякого барахла. Что негативно влияет на вес общего груза и может повлиять за собой штрафы за перегруз. Вот так вот, ребята. Тоже надо учитывать эту фигню. И Учитывать, куда можно поставить эту машину. Потому что уже с нее вещи не выгрузишь. Или берешь, или не берешь. Крутяк, да? Крутяк, да? Крутяк, да? Крутяк. Крутяк, да? Мотор 5,7 литров V8. Вот это, ребята, были моторы. Почему их сейчас на пикапы не ставят? Не знаю. машина не знаю слов нет крутяк очень хорошие так следующий у нас mercedes-benz е-класса редкий редкий вариант mercedes универсал здесь универсал это прям как диковинка шуми со знаком как лучше красавчик просто тоже сорянка он запакован же просто вообще кошмар то перевеса не будет формате полный привод перевеса не будет на наглые конечно клиента что сказать грузят пол хаты короче машина в перевозку машину включено перевозить пол дома чтобы дивана наверх привязали да на машину них много стоят тачки сейчас спрошу может быть мне какой-то лоуд закинут на флориду я бы с удовольствием еще забрал бы 7 машин в одном месте сегодня загружаемся жекой его трака может быть завтра поедем загрузим мой сюда если дадут машин ну да не мне можно ехать принципе я уже я уже 44 34 месяца стоял не то что 34 часа underbird of вот таких ребят не встретишь много на дороге у него крыша файбер глаз она снимается эта машина двухместная это просто я не знаю шедевр их выпустили несколько экземплярчиков и все это как porsche 911 это еще даже интереснее понимают но она так смотрится вообще чисто машину на выходные но только не в черном цвете в желтом или красном она куда лучше смотрел и последний крокодил под названием кодиллака эскалэйт победный наш трейлер может быть кому-то надо еще вот такой вот таранта сам уже здесь короче покрылся мхом думаю стоит с года так 1928 эти какие у него растения растут красота американцы так любят оставить машину а потом она превращается в арт-объект понимаете классно правда это мак чтобы вы понимали знаете как траки мак когда-то мак делал тарантас один акта инвалидский какой-то дедушка на нем рассекает как гангстер слушай по лос-анджелесу люблю эту машину вот именно из таких full size с вида полнометражных джипов вы сказали у нас эскалэйт все-таки занимает я думаю первыми наверное по надежности и по комфорту и по тому как он выглядит ну на данный момент а а и Продолжение следует...